Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. С вами Максим и Наталья. Сегодня в Анапе 9 февраля 2019 года, суббота. Мы находимся в сквере имени Гудовича, район Маяка, высокого берега Анапы, на квартале между улицами Таманской и улицей Ивана Голубца. Сейчас мы собираемся выйти на набережную, прогуляться по набережной до пляжа с лифтом. Сегодня день по погоде похож на вчерашний день, но стоит заметить, по крайней мере пока что мы не вышли к морю, пока что немного теплее по ощущениям. Сколько точных градусов мы измерим немного позже. Сейчас в Анапе третий час дня. Сегодня Наталья посетила городскую поликлинику, окулистов городской поликлиники. И кто смотрел мой сюжет о медицине в Анапе, где я ходил по детскому парку и рассказывал о врачах в Анапе, о ценах, о качестве медицинских услуг. Я там говорил, что Наталья взяла талон на 9 февраля, но ей сказали, что неизвестно в каком точно кабинете будет принимать окулист-офтальмолог. И вот сегодня я понял, почему неизвестно. Потому что там, во-первых, на втором этаже поликлиники два кабинета окулиста-офтальмолога. И во-вторых, там идет ремонт на втором этаже. Ну а теперь Наталья немного расскажет нам о визите к офтальмологу. Мне понравилось. В общем, это был мой второй поход к офтальмологу за жизнь. Где-то два года назад я была в Дилуче у офтальмолога. Это был платный прием, 800 рублей. Сегодня в городской поликлинике приятное и самое, наверное, яркое впечатление – это то, что сегодня суббота и поликлиника пустая. Абсолютно пустая. Заходишь, ни одного человека, ни одного посетителя, и женщины, девочки на регистратуре сидят, расслаблено о чем-то своем болтают. Ну, подошла я, мне сказали, направили в кабинет. Поднимаемся, опять же, никого. Свободно захожу к доктору. Молодая женщина. Достаточно внимательно ко мне отнеслась. Проблемы у меня, в общем-то, со зрением несерьезные, да, можно сказать. Ну, можно сказать так. Связаны с видом деятельности. Ну, да. Связаны с работой из-за того, что большую часть времени я смотрю на определенном расстоянии от себя, ограниченном. Рядко смотрю вдаль. То есть, у меня больше это такой дискомфорт личный. У меня расплывается вдаль все. Вот. В общем, она мне там продиагностировала мои отклонения. Порекомендовала очки, капли и гимнастику. Это все бесплатно, как вы понимаете. И если сравнивать то внимание, которое мне оказал доктор за 800 рублей два года назад, и то внимание, которое мне оказал доктор в муниципальной поликлинике, чувствуется разница в пользу врача из поликлиники городской с сегодняшнего приема. Ну, в итоге тебе понравилось? Да, мне понравилось, что нет людей, нет очередей, я свободна. Вообще, как будто бы все для меня. Вот. Все спокойно, без шума, гамма. Отлично. Вот. Вот такое морюшко. А вот там, там пробивается солнце. Смотрите, на горизонте. Сегодня по прогнозу облачно с прояснениями. Ну, в самом городе прояснений, конечно же, нет. А вот где-то там, на горизонте, прояснения есть, как видите. Вот маленький декоративный маячок. Законсервирован до следующего курортного сезона, чтобы не подвергаться излишним воздействиям межсезонья. По набережной гуляет достаточно много людей. Там и впереди вижу, видимо, какая-то экскурсия по городу происходит. Экскурсионная группа там впереди находится. Ну и на набережной прохладней, да? Да. Ощущается. Близость моря. Близость моря, да. Близость моря, да. Все, пойдемте. Дайте вам еще одну интернету. Экскурсионная группа с какого-то санатория, видимо, входит под достопримечательностям Анапы. Историческим. Температура воздуха сегодня в Анапе в районе набережного высокого берега около плюс семи с половиной градусов. И вот здесь на набережной есть прикольные такие тренажеры на открытом воздухе. Можно прогулку совместить с легкой тренировкой. Вот это парный тренажер. Здесь тоже нужно становиться еще второму человеку. И вот, если прохладно, можно подойти, погреться, разогреть какую-нибудь группу мышц. Это поднимать свой вес. Что тут еще есть? Вот такой прикольный парк. Прикольная парковая зона. Не только декоративная, но и практически смысл имеет. Вот многие люди на прогулке проходят и как раз испытывают возможности этих бесплатных тренажеров. И прочность. И прочность, да. Но прочность этих тренажеров достаточно высокая, конечно же. Что, может ты какой-нибудь хочешь попробовать, нет? Нет, я не хочу. Я тоже иду, что там. У меня как-то... Потому что нужно разминку сначала сделать. Мне никакой не приглядывается. И тут много парных тренажеров. И вот рядом можно выйти еще и кофе попить. Так, пойдемте посмотрим. Работает ли сегодня лифт? На днях работал. Надеюсь, и сегодня будет работать. А зачем надо? По настроению работаешь? Я надеюсь, что по расписанию все-таки. А, по настроению. Все, сегодня суббота выходной. Ну, можно же спуститься по лестнице. Ну, это же так тривиально. Спуститься по лестнице. Я жил в районе Маяка в детстве. И у меня была мечта, чтобы лифт был на пляж. Потому что мы с родителями часто ходили, спускались по необустроенному спуску на пляж вниз. Лифт сделали. Он уже сколько? Пару лет работает, да? Примерно. Но не всегда работает. В межсезонье он не всегда работает. В межсезон, конечно, всегда. Летом ему нельзя не работать. Столько людей. Такой поток вверх-вниз, вверх-вниз. Очередь выстраивается. Как на верхнем ярусе, так и на пляже. Очень активно используют. Надо еще лифты. Ой, нужно, да. Нужно набережную продлевать. Делать набережную в Анапе между Ореховой рощей и Субститутскими горами. И там лифты обустраивать тоже. Чтобы спуститься к морю не составляло никаких затруднений для любых людей. Ну что, на море сегодня тоже почти штиль. Здесь вот легкий прибой. Недавно в комментариях у меня спрашивали, задавали вопрос, есть ли на этом пляже пологий заход в море. Чтоб не сразу глубоко было. Вот сейчас показываю. Вот он. Участок пляжа находится примерно в середине пляжа. Вот к нему лесенка. Да, к нему лесенка. И вот сюда подходим. И здесь постепенный набор глубины при заходе в море. Ну вот вы все сами видите. Прекрасно. Это участки естественного погружения в море. Да, участки естественного погружения. Ну что, давайте послушаем о чем с нами говорит море. Морской прибой дыхания моря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...